добрый день дамы и господа сегодня я расскажу и покажу как я делал вот эту шапку это мой сайт наверху вы видите заголовок там дети из таиланда фотография сделана на кочанге и сделана вырезана специально увеличенной вырезан показывают только дети края видите оборваны это можно делать редакторе и так мы заходим заголовок зайдя в заголовок мы увидим увидим сейчас фотографии которые есть уже в теме вот их восемь штук если мы нажмем вот эту кнопочку сохраним изменения то увидите что у нас получится у нас получится зайдя на сайт одна стабильная фотография куда бы мы не переходили на другие страницы и чтобы мы не делали эта фотография будет постоянно у нас висеть что я сделал дальше она мне надоело я опять захожу в заголовок и ставлю ставлю здесь другие фотографии которые я уже загрузил я потом покажу как их грузить это в принципе и тема нашего урока и так мы ставим кнопочку на случайно запами сохраняем изменения и сейчас опять заходим на сайт и посмотрим как это выглядит выглядит это будет чуть-чуть веселее вот другая картинка мы переключаемся на другую страницу на какую-то статью появляется другая картинка каждый раз их всего восемь они мне тоже надоели они стабильные и заходя на другие сайты я видел эти самые картинки очень похожи а нам всем хочется как-то отличиться и что я сделал опять заходим в заголовки и я поместил сюда фотографии здесь вы видите размеры фотографий которые можно поместить 940 на 198 пикселей попробуйте набрать в интернете я набирал добавлял фото картинки и ничего хорошего не нашел попробуйте сами может быть вам повезет но я вам советую делать это на своих фотографиях которых у вас в архивах наверняка полно наверняка полно на тему ваших сайтов и если вы сделаете фотографии картинки с ваших фотографий это понравится поисковым роботом первое что я хочу сейчас показать как удалять эти картинки вот их много и допустим мне какая-то не нравится ну допустим вот эта картиночка мне не нравится принципе мы зайдем сейчас и выберем любую удалим потом я ее восстановлю это не является проблемой как удалять это тоже проблема то есть зайдя в заголовки вы отсюда фотографии не удалите нужно зайти медиафайлы библиотека нажимаем библиотекой заходим сюда здесь ищем не прикрепленные вот такая вот надпись есть не прикрепленные щелкаем на нее и заходим и вот они наши все эти заголовки они появились здесь мы можем удалить какой-то но любое допустим вот этот вот допустим не нравится здесь фотография во время редактирования когда фотографии можно редактировать нажимаешь фотография становится ярче красивее а вот эта фотография нажал она почему-то басflow нила и я считаю что не удалось вот здесь можно удалить если нажать-то она удалится и можно редактировать об этом вращаться не буду когда вы загрузите фотографию она поместиться здесь и вот здесь в библиотеке нажмите редактирования и здесь вы можете выбрать деви они уже будут размеры здесь вы ничего не сделаете но вы можете оптимизировать эту фотографию Допустим, у меня написано, это остров Бали, это Индонезия, есть альтернативный текст, острова Индонезии, фото Индонезии, цены Индонезии, короче, это хорошо для поисковых роботов. Ваша фотография, она оптимизирована и она должна понравиться поисковым роботам. Для чего, в принципе, нужно это делать. Итак, можно удалить, только отсюда ее можно удалить, которая вам не понравилась, которая вам надоела. Возвращаемся мы сейчас к нашим баранам, к заголовку. С фотографией вам более-менее все понятно. Итак, загрузив несколько фотографий, мы нажимаем случайно, перемещаемся вниз, сохранить изменения, сохраняем изменения и вот сейчас мы зайдем на сайт и пощелкаем. Вот одна фотография. Переходя на другую страницу, появляется другая фотография, третья, их всего более 30. Я сейчас точно не помню, но разницы нет. И получается довольно красивый человек, переходя со статьи на статью и делает это все, видит разные, выглядит довольно красиво. Вы видите, на этой фотографии края оборваны, можете это сделать. Итак, как я это делаю. Итак, заходим опять в заголовок. Здесь есть выбрать файл, который находится на вашем компьютере уже и вы его должны загрузить. Сейчас мы попробуем сделать картинку именно такую. Выбираем, выбираем вот эту картинку и здесь, кстати, а, извиняюсь, забыл совсем сказать, нам понадобится вот эта программа. Надеюсь, она у вас уже есть. FastStone Capture. Вот. И берем вот это окошечко и защелкаем на него и захватываем какую-то территорию. Это полностью фотография. Здесь еще одну проблему я решал. У меня внизу фотографии, если вы видите, есть дата, которая отмечена. И я интересовался, как эту дату замазать, чтобы она, картинка выглядела по-другому. Мне делали советы, но это слишком сложно. То есть измерять цвет пипеткой, потом замазывать и так далее. Я решил эту проблему радикально. Вот так вот я сделаю. Отмечаю эту область до даты. Отпускаю левую кнопку. И вот у меня получается вот такая фотография. Я ее уже запоминаю и потом вставляю на свой сайт. Я делаю размеры подходящие и картинка выглядит вполне прилично и очень даже красиво. Как вы заметили, здесь вот после того, как картинку вы вырезали, она попадает вот в такую... в редактор. И здесь вы можете редактировать, копировать, все что угодно делать, рисовать. Вот можно сделать обрезанные края. Вот здесь вот есть. Можете поиграться, посмотреть, вам это понравится. Итак, эта картинка нам пока не нужна. Наша задача совершенно сейчас другая. Итак, мы берем область захвата. Ай-яй-яй, я еще забыл одну вещь сказать. Картинку нам надо бы увеличить, потому что длина должна быть все-таки 940. Здесь у нас 844. Ширину мы можем тут, конечно, регулировать, но лучше картинку перед этим увеличить. Сейчас мы это сделаем. Здесь внизу есть бегунок. Мы его передвигаем и увеличим фотографию примерно до... Ну вот, 43% она нам должна подойти. Методом тыка вы найдете. Итак, нам нужно вырезать 940 на 128. Берем вот эту часть фотографии, допустим, левой кнопочкой зажимаем и ведем ее вот сюда. Итак, у нас длина 991. Нам столько не нужно. Нам нужно 946. Мы возьмем. Можно брать больше, потому что на сайт вы все равно, по там есть шаблон, вы больше фотографии не загрузите. Итак, мы уменьшаем ширину до 204. 942, 204. Картинка получилась не очень хорошая. Сейчас мы ее исправим. Так, мы сейчас сделаем все по-другому. Я заболтался и упустил то, что хотел. Вот так вот. Захватываем эту область. Итак, делаем 943 на 205. Так, отпускаем левую кнопочку. Вот у нас получилась примерно фотография, которая будет на нашем сайте. Что мы дальше? Наводим на нее. Или включая, нажимая правую кнопку и отмечаем сохранить как. Или в левом верхнем углу есть также кнопочка сохранить как. Мы ее сохраняем, ну допустим, так, что у нас тут. Английский вариант, значит, заголовок будет букву Z и цифру 1, 2. Есть у нас, допустим, 3. Итак, вот эта картинка будет Z3. Сохраняем. Все. Далее мы заходим в заголовки на свой сайт. Выбираем файл. Ищем... Вот он, Z3. Находим. Открываем. И загружаем файл. Загружаем мы этот файл. Вот он загрузился и поместился в шаблон, о котором я вам говорил. То есть, длиннее и ширше вы все равно сюда не засунете. И поэтому есть обрезать и опубликовать. Нажимаем эту кнопочку. И эта картинка уже у нас на сайте. В принципе, все. Далее вы заходите в библиотеку. Медиафайлы, библиотека. Не прикрепленные. И там редактируете эту картинку, описываете все, как положено. Ну, давайте мы попробуем что-то еще найти. Так, это у нас есть. Так, что у нас здесь? Это не мои картинки. Это картинки моего сына. Сейчас мы посмотрим, что ему выберем. Они более красивые. Он профессионально занимается фотографией, дайвингом. И... Рэдбак. Вот, неплохая фотография. О, отличная фотография для спортивных... Для спортивных каких-то сайтов, может быть. Но я бы здесь ничего не обрезал. Да, обрезать здесь что-то грех. И так... Нет, ладно, не будем увлекаться мы этим. Давайте мы найдем что-нибудь по... Ну, давайте вот эту фотографию возьмем. Давайте ее чуть-чуть увеличим, потому что ширина будет меньше, чем 940 пикселей. Так, нажимаем на эту картинку и вырезаем еще раз. Так, ну, давайте... Вот так вот мы сделаем. Просто в учебных целях вы уже там у себя... Да, надо, 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 надо поширше делать. Поширше. Сейчас мы ее сделаем шире. Так. Чуть-чуть увеличим. И вырезаем. Вырезаем то, что нам нужно. Так, его от 943 на 240 многовато. Вот на 208. Вырезаем эту картинку. Нет, не нравится она мне, потому что она просто не привязана к морю. Давайте мы сделаем по-другому. Потому что я переделать ее не буду. Ну, давайте вот так вот сделаем и покажем эти лодки и все, что можно показать. Вот 201 на 20946. Вырезаем. Эта картиночка смотрится гораздо лучше. Далее нажимаем правую кнопку или левую вверху и сохраняем как. Кстати, здесь можно отредактировать эту картинку и так далее. Но картинка практически идеальна. И редактировать здесь я не вижу чего. И что, как говорится, не мне редактировать такие картинки. Мы ее отмечаем как Z4. Запоминаем. Заходим на свой сайт. Выбираем файл. Попадаем сюда. Вот она, Z4. Открываем. И загружаем этот файл. Он опять сейчас попадет в такую матрицу или шаблон. И чтобы он не был больше, чем положено, этот сайт не разрешает сувать все, что угодно. В смысле размер. Обрезать. Опубликовать. Эта картинка уже на вашем сайте. Вы можете им пользоваться. Вот и все, в принципе, что я вам, наверное, хотел сказать. Как редактировать. Потом заходите в библиотеку. Неприкрепленные. Отредактируйте. Напишите, что это не то, что ваша фотография. Оптимизируйте ее. Ключевые слова и так далее. Это понравится нашим поисковым роботам. Ну вот, в принципе, и все. Если что-то захочу добавить, у меня есть идея, как сделать коллаж. То есть, на одну фотографию накладывать мелкие фотографии. Вписывайте. Они будут разных цветов. Как вписывать, как размывать. Но это долгая история. Это не тема нашего сегодняшнего урока. Итак, спасибо за внимание. С вами был Евгений Безуглов. До приятного. Надеюсь, я помог вам сохранить массу времени. До свидания.